Я во тьме. Нет. Тьма внутри меня. Яркие лучи света, фонари сопровождали меня всю дорогу до дома. Словно им было до меня какое-то важное дело. Какие-то тайные посланники. Они вместе с тревожными мыслями доносили в мою голову картины прошедшего дня. Прошлое не хотело меня отпускать. Как бы я не вертел головой. Яркие стенды онлайн-вских блокбастеров. И игроки. Много. Много игроков. И почти ни одной полуголой девицы. Серьезно, Таня, если ты меня слышишь, там не было полуголых девиц. И зачем я только туда пошел? Видеокамеру у меня отняли еще на входе. Пуля для фюрера на иксбоксе так и не вышла. Конечно, я сфоткался с Зулиным. Но вышел я там как полный идиот. И там не было почти ни одной полуголой девицы. Нет, Таня, если что, я на полном серьезе. Их там серьезно не было. Ну честно, блин, не было. В очередной раз я проходил по улице с тяжелым симптомом досады. Игра-мир. Как много вспышек вызывает это слово. Сборище коммерческих деятелей, журналистов, интернет-знаменитости полуголых девиц и игроков. Грязный, полный забавы и лжи мир в одном павильоне. Но такой родной. Но такой далекий. Мечта, не ставшая реальностью. Пойду посмотрю фильм. Так давно не было обзоров. Такое ощущение, что все обзорщики специально затихли, готовясь собраться и объединиться в одного здоровенного мега-зулина. Я хочу делать обзор. Недоразумение рассеялись. Эй, ты-то что здесь забыл? Это мой монолог. Я просто настраивался, чтобы посмотреть нуарный фильм. Внезапно я все понял. Недоразумение рассеялись и в разуме стало чисто, как днем. Мы оба были в видеообзоре на фильм Макс Пейн. Нет. Фильм начинается с того, что Макс топится в ледяной воде. И я такой... Черт, наверное, трагично, но пока как-то непонятно. Впрочем, это не мешает ему вести закадровый монолог. Естественно, в слоу-моушен. Я не верю в рай. Я верю в боль. Я Макс Боль Я знаю, что такое боль А я Антоха Шишкин И я знаю, что такое Шишкин Верю в смерть О нет, нет, оставь это для Томми смерти А дальше Макс заходит в дверь с надписью Бабы И логично, что дальше нам ничего не покажут Ну кроме жены Макса, которая спит с открытыми глазами Не знаю, может быть там на подолке сосулька Просто Макс печалится уже стоя под снегом Алло, убийцы, наркоманы, еще и воры, хулиганы? Где крыша? Недели раньше Вау, я не думал, что в Америке есть специальные здания Для сюжетных переходов Я думал, что они есть только в России Вот у меня на доме в Иванове такая здоровенная надпись Тем временем в Иванове Два левых копа заходят в отдел случаев холодных юнитов Где Макс думает, чем же таким он заслужил работу в бухгалтерии Слушай, давай выпьем пивка после работы Ты кто, мать твою, вообще такой? Хотя дай-ка я залезу в свой афро-русский словарь Давай выпьем пиво после работы Привет А, ну привет Пойдем, кубик, нам тут не рады Ну вы же сказали Слушайте Его жену и ребенка убили Убийцу так и не нашли Такая вот причина Поэтому он не пьет пиво Только текилу Помните, как в детстве? И где мимо кладбища вы задерживали дыхание? Так вот, это опять вам пригодится Так как я хотел познакомить вас с нашим штатным патологоанатомом Брюсом кладбища Потом мы ни черта не видим из-за широкой спины Пэйна И я такой Ух ты, прямо как в игре, только как-то убого В подземке они натыкаются на дядю Ильича и Гафи Гав Компани Ну тогда они еще вместе работали А фанатам пофиг, они такие Это же Роско Стрит, гляньте, гляньте Затем идет какая-то совсем неловкая и невзрачная сцена с габарями Где Макс вышибает двери толчка, чтобы достать Ленина Видимо копит буллет тайм Гопарь ему такой Эх, реплики с ненужной предысторией, реплики с ненужной предысторией В это время третий мужик убегает по метро Ну вы наверное знаете, такое специальное метро Там не ходят поезда, там надо пешком ходить По тоннелям И его убивает призрак прошедшего Рождества Джооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооиee По-хорошему, его убивает поезд и перед смертью на секунду возникает красная пелена. И фанаты такие УАУ! Прямо как в игре, только это не Макс, нифига так что так не считается Хорошо-хорошо Привет, милый Называй меня полным именем Джоордж Милый Макса он явно нед рад и ведёт себя так, словно тот пришёл совсем другой фильм Третьей Матрице привет Джордж говорит что это званный ужин Но Макс не верит Но тут приходит здоровенный мужик с борщом И Макс отпускает Джорджа Я думала, что знаю всех твоих друзей Макс, Наташа, Наташа, Макс Что ж такое? Огонька нет? Я не курю У меня умерла жена и ребенок Только травку Мне вообще надо говорить, что ни этих двоих Ни упоминания о них в играх нет Или что они такие же интересные И запоминающиеся персонажи, как стирательная резинка Нет, это, конечно, пока мы не познакомимся с Моной О, а вот она Правда, ее имя скажут нам где-то ближе к концу И то между делом Поэтому сейчас она просто еще один невнятный персонаж Моя сестра Та еще тварь С того момента, как Макс видит татуировку на руке Наташи Начинается полная хинея Он говорит что-то вроде Ну, я только у нее кое-что узнаю Очевидно, он хочет ее расспросить о тату Потому что она была и на том наркомане И еще много на ком Но... Макс начинает подглядывать за людьми, занимающимися сексом О боже, они не предохраняются Мужик, тут вообще-то очередь И фанаты такие О, это же Джек Люпина Толстый, помешанный на демонах Псих с обрезом, который много разговаривает Никогда не догадаетесь, насколько противоположен он здесь своему прообразу Молчаливый, лысый качок с мачете Которого убивают с одного выстрела Только тихо, это сюрприз А дальше нам показывают женщину с фанфобией Ну, вы знаете Боязнь вентиляторов Макс снова встречает Наташу и... Ничего не спрашивает Хотя это до жуткого важно Пейн ведет Наташу домой, чтобы отшить ее так же нелепо, как Хитман в своем фильме Опять же, ни черта не спросив Я сказал, убирайся вон Господи, да дайте уже наконец Максу гримедина Или еще какую-нибудь таблетку от горла А то мы скоро скатимся в... Вот этого я и боялся Ты не хочешь заниматься со мной любовью? У меня умерла жена и ребенок Я не занимаюсь сексом Только втроем и анал И дух прошедшего Рождества Не щадит даже проституток Что за подонок? Проститутки? Они же просто как солнце Только они пытаются сделать мир более... Удовлетворенно Ммм, да Между делом еще трахаясь с мужиками, но все же Люпина грохает Наташу в переулке со словами Мотив придумайте сами А Макс не находит свой бумажник Он подходит к отделению Но тут его окрикивает бомж, сидящий в его машине Типа Мужик, так я свободен или как? Но оказывается, что это тоже коп О господи Аликс, что они с тобой сделали? Ты похож на героя шестой ГТА в этой машине Что? Слушай, сядь в машину Покрасим ее в розовый и наберем 4 звезды Ром-дом-дом Парни приезжают в переулок, чтобы сказать Пейну, что он убийца Насильник и вообще не пионер, потому что якобы убил Наташу И бомж такой Макс, ты ее знал? А Макс смотрит на татуировку и такой Это Наташа А потом Алекс Мерсер такой Че я вообще делаю в этом фильме? Где про меня кино? Чувак, как показывает практика в этом фильме У каждого второго такая татуировка Может быть, все-таки на лицо как-нибудь посмотришь? Давай прокатимся Но на это нет времени Так как другой коп предлагает Максу прокатиться И такой Я знаю, что ты тут ни при чем, Макс Но большинство Уиии И зачем мы здесь? Выпьем пиво, а? Блин, такое ощущение, что все в этом фильме хотят напоить Макса И развести на секс Веселая жизнь 30-летнего холостяка Ладно Ты вчера встречался с убитой Твой бумажник нашли в переулке Не станешь говорить со мной? А, чуваки Я все понимаю Драматичный момент, все дела Ну, как бы, такой небольшой намек В машине нет дождя, если что В машине все еще нет дождя Да, не важно Может, ему нравится стоять под дождем А потом замаливать грехи в одеяле и с ногами в тазике Макс ведет себя так, как будто у него кто-то умер Орет на напарника, обиженный уходит И тут Детектив-бомж делает невероятные открытия Что, походу, у него одного в этом фильме нет татуировки Крыла на руке И звонит Максу Тот приезжает и застает напарника с легким приступом смерти Алекс! И да, это единственный раз, где боль Макса выявляется в красных тонах Больше вы ее не увидите Алекс! 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 О боже мой! Мертвый полицейский в доме Алекса Это... Это Алекс?! О нет, какая потеря Ему расставалось всего 10 лет до пенсии Ну да, кто не знает, возраст полицейских в Америке считается потому, сколько им осталось до пенсии Из Пейна выбивает все дерьмо, несмотря на то, что он много стреляет по человеку с такого расстояния и все равно тут глушит Макса и уходит невредимым Макс Пейн 3 Пейн просыпается в больнице рядом со своим старым другом Биби И пока фанаты думали, какого черта он похож на Брежнева, у меня назрел вопрос Тебе здорово вломили, Макс Вообще, это сюрприз, но давайте вы потом притворитесь, что удивлены, хорошо? Брежнев злодей Предатель и убийца семьи Пейнов В друзьях у него ходит негритос, который все знает и исполняет волю Брежнева И скорее всего он и убил Алекса Напрашивается вопрос Когда это черные стали пулей непробиваемыми? Или фильму настолько небезразлична политкорректность? Ну давайте в следующий раз на каком-нибудь перепоказе Матрицы 3D Морфеус изжарит всех плохишей лазерами из глаз Отмудохает Смита и в конце вообще сделает синтез людей машин, даровав мафробиблию Или давайте Джека Люпина сделаем негром Или Мону, или Джима Бравуру Вариантов масса! Макс и Брежнев приходят на поминки, где застают грустную жену великого автоугонщика Алекса О нет, Фродо, не плачь Мы купим тебе новое кольцо всевластия И новый палец У меня как раз Макдональдса в картошке фри один недавно попался А, берегись этого флаганца Детектив Макс Пайен? Джим Бравура, отдел внутренних расследований, пройдемте Да вы, блядь, прикалываетесь Пойдешь на Матрицу в 3D? Нет, спасибо, я тут поблюю Ну и дальше идут терки с рэпером Бравурой Пока Пэй наконец-то не вспоминает о татуировке Он запирается в кабинете Алекса И делает все то, о чем каждый день мечтает любой офисный работник Он находит некого Оуана Зеленого И как неуловимый мститель Сваливает в царство пенопласта через окошко О нет, 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 не стоит У Макса фетиш тусить под погодными осадками Алекса узнал что-то про Мишель Что-то новое Тогда, наверное, он сказал бы об этом тебе Он собирался, но его убили То, что было в комнате в тот вечер, это оно А что именно это было, не знаешь? Забудь, ладно? Макс, расскажи мне Ну проголосуй за меня Ну пожалуйста Макс, куда ты собрался? Наконец-то Пейн не выдерживает Достает пистолет и идет в подворотню Чтобы делать то, что он должен был делать весь фильм Как вдруг